Всем привет, дорогие друзья, с вами Дядюшка Розе. Сразу попрошу на меня не накидываться. Там, я уверен, найдется миллион тысяч комментаторов, которые скажут Дядюшка Розе, ты что, как ты посмел эту помойку равнять с Lineage 2 Mobile? Немоверно, ну как ты посмел? Противный это с маленькой натяжечкой может быть убийца Lineage 2 Mobile. Я в том плане хочу сказать, что это как бы еще не первая игра, которая выйдет кросс-платформенной. Смотрите, о чем я говорю? То, что много проектов, которые выйдут, и то бишь Lineage 2 Mobile будет жить только от обновления к обновлению, да? Ну, в которые просто заходят в Lineage 2 Mobile для убийства времени, там они фармят замок, да? Покупают свой первый сундук там с орденами и все такое. Но это не игра, потому что вы будете как бы до конца своих дней играть Lineage 2 Mobile. Если это вас устраивает, то играйте, это ваш выбор. Но я не могу останавливаться, мне нужно идти дальше. Вороны это, можно сказать, такой глоточек свежего воздуха с душком. Не знаю, возможно, так охарактеризовать можно. Рассинхронный, серверный, очень там бывают. Идешь, у тебя залагало, тебя телепортируют, все бьют мобов, а ты стоишь просто наблюдаешь за этим. Также с оптимизацией на слабых ПК, я уверен, тоже очень. Ведется набор в гильдию. Учиха, Мадара, NAU101, сервер ROG, минус 4. Пока мест на сервере закрыта регистрация, то что сервер переполнен. Если вы на этом сервере, приглашаю в гильдию. ПВЕ гильдия, чисто ПВЕ, ПВЕшная, ППВЕ, ППЕ. Прям, ну вот, пока ведем набор. В Дискорд заходите, если вы вступили в гильдию, я вам дам права. Откроются соответствующие разделы, чтобы мы могли вместе с вами играть. Могу тебе посоветовать, чем сразу заняться, это поиск воронов. Какие вороны сидя за них гачу дают? Вороны Тейлора. Также идти по сюжетной линии нужно золото. До 19 главы по-любому тебе нужно будет идти. Там дают внешку на синюю пушку, это статы неплохие. А проходится дальниками на изи. Три мира, арена, куда пойдут все биться за вкусный лут. И подземелье. Спецподземелье, это миссерверное подземелье. Кстати, там подписончик выбил синюю пушечку. Нужно там стоять, потому что падают вот такие медальки, которые нужны для создания свитков продвижения. Это нужны для свитков продвижения на 45-м. Жетон продвижения. Но я еще ни одной медальки такой не выбил. Получается вот такой знак подвигов, да, вот фармится там. Но надо отстаивать это подземелье по-любому. Для продвижения класса. Где брать? 1250. 1250. Ничего себе. А есть на рынке? Да, видим, кто-то выбивает. Ммм, шикарненько. А где эти брать? Видим, да, в этой зонке они будут падать. Очень много чего интересного. Также за создание. Начальное создание и профессиональное создание. Там я выбрал свой класс, потому что я хил, чтобы для себя создавать. Волшебная палочка. Тут, видимо, улучшалок много всяких книг. Вот, вот такая книжка мне нужна. Но чтобы ее скрафтить, нам нужны соответствующие ресурсы. И также нам нужно выкачать. Даст возможность ее скрафтить. А эксперт даст возможность сделать ее непривязанной и продать на аукционе. Что есть круто. Очень интересно. То бишь, есть смысл. Есть огромный смысл выкачки вот такого навыка. Потому что мы можем попросить кого-то скрафтить нам эту вещь. Задание кому-то. Мы отдаем, конечно, свои ресурсы за это. Мы отдаем свои ресурсы. Своё золото. Также, если ты хочешь, чтобы оно было, к примеру, непривязанное. В случае успеха мы тоже там выставляем цену. Мы заплатим человеку 200. Будет стоить 2500. Если она скрафтится 10 алмазов. Ну, человек заработает 10 алмазов. И также мы можем там заплатить ему 200 за то, что если она скрафтится непривязанная. К примеру, так. И зарегистрировать. И кто-то берет это задание и крафтит вам шапку. Она может быть непривязанной. Она вам идет и вы ее продаете. Можно в таком плане расценивать. То же самое мы смотрим. Это я так понимаю, за вас кто-то может сделать задание. В таком плане что ли? Дружище. Сделай за меня задание. Это, наверное, относится к ежедневкам. Вот. Вот. Да. 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 Вы можете сказать. Вот. 36 зона. Понабираем тут задание. Как оно работает? Мы входим в соответствующую зону. Тут сейчас фармлю. Вот. В эту зону. И нам высвечивается задание. Оно автоматически. Это ежедневники. Мы бегаем по всем зонам. Собираем все задания. Но пока я так предполагаю. Потом заходим в задание. Ежедневочки. И давайте мы кому-то скажем. Давай зарегистрируем. Убить 160 монстров. За 10 алмазов. Залог зарегистрации. Общая сумма ограничения по уровню. Мы зарегистрировали задание. Очень круто. И кто-то получается пройдет это задание. И нам придет денежка. Можно таким образом наверное фармить денежки. Если он пройдет эти задания. Интересно вот это нам начислят или нет. Это очень прикольно. Вот честно. Так. Задание. Поручение. Подземелья. Зоны. Зоны. Вот. Уничтожить монстров. Поручение. Выполняется. Написано. Выполняется. Поручение. 36 уровень. Уничтожить монстров. Скальной долины. Ну пройдет это задание. Начислят ли нам денежку. Это тоже очень важно. Золото тут проходится за выполнение достижений. Также вот таких вот заданий. Ну с главами. К примеру мы проходим главу. И автоматически добавляется вот такое задание. Тут видим. Получение опыта. И мешочек золотом. Мы в навыки посмотрим. Там очень много книг. По 9 миллионов золота. И где его брать. Очень интересно. Ну посмотрим. Если так можно будет делать. Кому-то поручить. Друг проходи. Пожалуйста. То что если вы будете стоять. Вы там будете 3 года стоять. Вы понабирали заданий. К примеру 10 штук взяли. 100 алмазов. 90 тысяч. Да. Вам приходит. И плюс монетки. И уровень вклада. Выполняется поручение. Очень. Посмотрим. Посмотрим. Также выбивается золото. Но тут очень мало выбивается. Из-за того что. Оно рандомно падает. Рандомное количество. И не с каждого моба. Оно выбивается. Это золото. Можем на аукционе приобрести. Вот эти мешочки. Которые выбивают в третьей зоне. Очень интересная игра. Дальше. Если вы играете за хила. Ну это мое такое видение. Если вы играете там соло. Без пати. То учите священное молния. Я не знаю как оно наносит урон. Если оно хотя бы шотать у таких монстров. То это очень круто. Это 4 монстра в минуту. Казалось бы мало. Но очень круто в перспективе. В будущем надо брать. Но если вы там какой-то пати. Крутой чувак. Вам нужно восстановление ОЗ. Себе или членам группы. Вот этот скилл нужно учить. И так же реанимация. Тоже очень хороший скилл. Восстанавливает ХП. Его просто можно на автомат поставить. Он будет автоматически восстанавливать 1000 ОЗ. Это очень поможет. Вы можете там примеру выше стать на локацию. Где-то на процентов 60. Процентов 60. Чтобы оно использовалось. И оно будет реанимацией подхиливать. И вы не будете тратить баночки. Вот эти зеленые баночки очень по нужде используйте. Если вот эти 3 бафщика. Там скорость. Да. Там меткость. Вот этот бафщик дает базовый урон. Меткость защиты. Снижение урона. Он покупается в донат магазине. Вот 5 штучек в день можем купить. По каместь. Скупаю гачу. И свитки на броню. На этот. На оружие пока не скупаю. Надо очень грамотно распределять ресурсы. Куда стремиться. Чем заняться. Ну. Вот сейчас у меня дилемма стоит. Купить вот этот священная молния. Исцеление. Я вот не знаю. Ребят. Посоветуйте. Лучше соло где-то крабить на споте. Или до 3 уровня очень быстро апнется. Я предполагаю. Когда наберется еще больше людей. Ну. Это буквально за 2 дня апнулось. Нас было 7 человек. Сейчас нас уже 10 человек. Если все будут вклады делать. Ежедневное содействие это отметится. И пожертвовать. 30 тысяч. Икспу. Клана. Монетки. Очень интересно. То что тут поручения клановые появляются. Там интересно что в этих клановых поручениях. Потом на 3 уровне босс. Вот. В клане тоже очень интересно. Очень интересная игра. Вы от нее не отнекуйтесь. Ребятушки. Не надо там типа. Ла 2 М моя жизнь. Ла 2 М моя жизнь. Ну с кем-то пойдите в пецподземелье. Потому что пока донатеры есть. Они там свои свинофермы охраняют. Но. Их не так много. Там больше какая-то пачка на пачку происходят бои. Замесы постоянные. То пиши свои комментарии. Играешь ли ты в это. Заходи в гильдию. Буду рад. Заходи в дискорд. Тоже давайте общаться. Вот этот компентью. Должно быть круто. Если вы только начали в Lineage 2 Mobile играть. Лучше начать что-то новое. Чем что-то старое. Или. Когда в Lineage 2 Mobile откроются новые сервера. Тогда. Ну тогда можно стартануть. А так. Если вы начали на старых серверах. То. Ну такое ребят. И тем более. Если вы без доната. То очень сложно. Давай. Пиши комментарии. Делись своим мнением. Как тебе игра. И вообще. Будешь ты в такое играть. Играешь ли ты. Это будет твой друг Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok